Здравствуйте! Сегодня поговорим еще об одном русском блатном термине, который некоторыми исследователями считается происходящим из еврейского корня. Это слово шар, шара. Приобрести на шару, то есть бесплатно, без никаких особых усилий. Те, которые считают, что происхождение этого термина, этого слова из еврита, связывают его со словом шар или ше-эр. Ше-эр это остаток. Например, ше-эр-басар на еврите это бедный родственник и далекий родственник. Далекий, не именно бедный, а далекий родственник. Но многие далекие родственники, если вообще объявлялись, то обычно были бедными, иначе они не объявлялись. И может быть действительно, что те, которые приходили в дом, и о них знали, что они родственники, даже не зная точного родства, но знали, что надо их накормить обедом, что надо их как-то приютить, что надо им чем-то помочь. Может быть, вот это ше-ар, ше-эр, ше-эр-им. И до сих пор на еврите есть это слово, даже в таком юридическом языке, ше-эр-им. То есть все родные, все родственники не прямые, а именно ше-эр-им. Те, которые, например, могут претендовать на наследство, если нету прямых родственников и так далее. Некоторые считают, что слово ше-эр или ша-ам, оно как-то обозначает древнее слово пе-а, то есть ту крайнюю полоску поля, которую оставляли по заповеди для бедных, для неимущих. И заповедь в Торе говорит о том, что даже когда есть жатва и собирают урожай с поля, то надо оставить край поля, крайнюю полоску, оставить ее для бедных, для неимущих, которые смогли бы потом прийти и взять вот этот остаток урожая для себя, то есть бесплатно, который ничего им не стоило. Они не трудились для этого, они его не сеяли, и вот эта полоска, она называется пе-а, от этого слова пейсы, например, то есть то, что на лице остается от волосяного покрова, а на древнем иврите это остаток покрова поля, то есть остаток урожая, последняя крайняя полоска поля, которую оставляли для бедных. Она тоже может в общем называться ше-эр, ше-а, и может быть, может быть, хотя должен вам сказать, у меня иное мнение по этому поводу, но я видел, что есть исследователи, которые так считают, может быть, это действительно является основой вот этого блатного термина. Продолжение следует...